На железнодорожном вокзале Цуриха новогоднюю елку украсили ювелиры от Сваровски. Пять тысяч сверкающих хрусталинок. Всюду чувствуется приближение нового года, но только не в Цуге. Этот маленький швейцарский городок, расположенный в предгорьях Альп, трудится без выходных. Еще 10 лет назад это была сельская провинция. Народ выращивал картошку и варил сыры. Сегодня ЦУП – процветающий город. А все потому, что тут самые низкие в Европе налоги. Последние пять лет в этом налоговом рае прописались представительства крупнейших российских компаний, в том числе Норильского никеля. «Наша главная задача – логистика и финансы, продажа металла по всему миру, и мы ощущаем себя частью большой российской компании под названием Норильский никель», говорит член Совета директоров Metal Trade Oversies Макс Майер. Швейцарский офис Норильского никеля – три этажа в здании в центре ЦУГа. С самого утра и до позднего вечера тут кипит работа. 25 специалистов, как из Швейцарии, так и из России. Договоры с партнерами со всего мира, контроль за исполнением контрактов, затем как идут платежи и отгрузка готовой продукции. Счет иногда идет на десятки тысяч тонн, если дело касается никеля, или на унции, если идет торговля драгоценными металлами. Рабочий день сотрудников швейцарского офиса расписан до мелочей. Логистика и финансы – вещь серьезная. Каждую минуту по всему миру идут корабли и вагоны, летят самолеты с продукцией, произведенной на предприятиях норильского никеля. Дорогие коллеги, друзья из Москвы, приглашаем вас в Швейцарию, в ЦУГ. СМИ. 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 ПОДПИШИСЬ!